В связи с нарушением условий контракта по такой формулировке был уволен из уголовно-исполнительной системы начальник энергомеханического отдела 17-й колонии регионального УФСИН Дмитрий Мордвинов. Представитель администрации исправительного учреждения пошел на коррупционное преступление за пару сотен тысяч рублей. Взамен он должен был пронести на территорию ИК 30 мобильных телефонов. Однако деньги лишь на мгновение задержались в руках сотрудников СИН. Установлено, что 18 февраля 2020 года подозреваемый был задержан после получения денежных средств в размере 200 тысяч рублей. Задержание производили сотрудники УФСИН при содействии сотрудников УФСИН исполнения наказаний по республике Мордовия. Действия начальника отдела колонии в Следственном комитете квалифицировали по статье «Получение взятки в крупном размере». За коррупционное преступление экс-сотруднику в СИН грозит до 12 лет лишения свободы. В скором времени суд начнет рассмотрение дела Мордвинова. А накануне там огласили обвинительный приговор его коллеги, бывшего заместителя начальника первой колонии Дмитрия Яковлева. Также погубила страсть к деньгам. Офицеру было предъявлено обвинение в получении взяток и в мелком взяточничестве. В октябре 2019 года на автодороге в Зубово-Полянском районе обвиняемый был задержан с оперативными сотрудниками УФСБ по республике Мордовия при содействии собственной безопасности регионального УФСИН после получения взятки в размере 150 тысяч рублей в интересах того же осужденного. За деньги Яковлев обещал общее покровительство одному из заключенных колонии, который отбывает срок за половые преступления, а также за доставку на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов – мобильных телефонов. Но в итоге представитель администрации оказался под следствием. Роль посредника, передававшего мечные купюры, сыграл оперативник госбезопасности. Как только деньги оказались в руках Яковлева, его взяли с поличным. Отрицать причастность не было смысла. На ладонях подполковника осталась видимая в ультрафиолете краска. Расследование вскрыло и другие коррумпированные схемы заместителя начальника ИК-1. В сентябре 2019 года сотрудник исправительного учреждения получил от одного из осужденных взятку в размере более 5000 рублей путем безналичного перевода через платежную систему за общее покровительство и невыявление возможных фактов нарушения им в будущем режима отбывания наказания и непринятия к нему предусмотренных законом мер воздействия. В последующем заместитель начальника колонии от этого же осужденного получил взятку в размере около 15 тысяч рублей из ранее оговоренных 30 тысяч за пронос на территорию учреждения мобильного телефона. Сразу после возбуждения уголовного дела подполковника уволили из уголовно-исполнительной системы. Решение суда он дожидался в СИЗО. 6 июля Яковлева приговорили к 3,5 годам общего режима. Анастасия Семышева, программа «Происшествие».